В общем, это самый неизвестный из известных ученых. Личность его потрясающая, совершенно многогранна. Мне хочется просто, чтобы люди восхитились какой-то был удивительным человеком. Продолжение следует... Наш институт, Институт экспериментальной медицины, был организован в 1890 году. 8 декабря официально состоялось его открытие. Организован был по задумке на деньги, на средства, собранные и на личные средства принца Александра Петровича Альденбургского. Институт создавался по типу Пастеровского института в Париже, который был буквально за несколько лет до организации Института экспериментальной медицины открыт. Институт Пастера был организован по международной подписке, на средства, полученные по международной подписке. И император Александр III выделил довольно значительную сумму на организацию Пастеровского института в Париже с тем, чтобы там лечили русских людей, подданных России, российских подданных от бешенства. Но, к сожалению, это было не очень эффективно, потому что довольно долго надо было добираться. И когда случилось несчастье в полку, которым командовал Александр Петрович Альденбургский, его офицера покусала собака. И Александр Петрович сопроводил вместе с полковым врачом этого укушенного офицера. Сопроводил его в Пастеровский институт, посмотрел, как там все устроено. Уже тогда в России появились первые прививочные станции. Александр Петрович хотел, чтобы еще исследовались не только бешенка, но и многие другие заболевания, которые были социально значимы, такими как туберкулез, болезни животных и многие другие болезни. Сифилис тоже был просто бичом в те времена, они знали, как лечить. И поэтому Александр Петрович задумал организовать вот такой институт, где бы занимались изучением заразных болезней и поиском новых способов борьбы с ними. И первоначально по плану в штат института было 6 отделов включено. Он приглашал на заведование отделами, во-первых, известных ученых тому времени и имеющих административный опыт, которые могли... Например, директором института был приглашен Шперк, это первый наш директор, заведующий Калинкинской больницей. Сифилидолог очень известный. Единственный, кто не вписывался вот в эту парадигму, это был молодой относительно, ему было 42 года. Молодой, не очень известный физиолог, не обладающий практическим опытом. У него была только крошечная лаборатория к 1989 году, вот в 1989 году задумывался наш институт, который, так сказать, ему выделил Боткин, великий терапевт, учитель Ивана Петровича Павлова. Этим человеком был будущий академик Иван Петрович Павлов. И в 1989 году его наставник, учитель и покровитель Боткин скончался, и получалось так, что у Павлова не было возможности уже работать, даже и такую маленькую лабораторию у него отбирали. Он подавал заявление неоднократно на заведование кафедры физиологии военно-медицинской академии, на заведование кафедры в университете Санкт-Петербургском. Его первый альмаматор, надо сказать, что Иван Петрович имел двойное образование высшее, это, во-первых, Санкт-Петербургский университет. И потом он, чтобы получить звание врача, иметь хирургический опыт, он поступил в медико-хирургическую академию, впоследствии переименованную военно-медицинскую академию. И там он сначала работал у заведующего ветеринарной кафедры Устимовича, а потом заведовал лабораторией у Боткина Сергея Петровича. Но лаборатория была крошечная, и, собственно говоря, Павлов все идеи, которые у него тогда уже клокотали в его могучем мозгу, он не мог их осуществить, потому что не было помещений, не было людей, не было собак, потому что стоили они очень дорого, а денег не было. И самое ужасное, что у него такой творческий получился кризис, и при этом еще глубокий личный кризис, потому что кормить надо было молодую семью. Он был уже в тому времени женат, первый ребенок, который родился в семье Павловых. К сожалению, он скончался именно по причине безденежья, дурного ухода, не было просто средств, даже было негде жить. Был период, когда Иван Петрович был вынужден, ну вообще у него был брат Дмитрий, помощник-химик, помощник Меделеева, и какое-то время Павлова жили в квартире Дмитрия. А потом был период, когда Павлов был вынужден просто семью отправить к Дмитрию в Варшаву, а сам он проживал у своего друга Симановского и его жены Екатерины Олимпиевны Шумовой-Симановской, которая была соратницей Павлова, которая много лет работала сначала в лаборатории Боткина, потом в нашем отделе, точнее в нашем институте, и является соавтором операции по эзофаготомии, это перерезка пищевода, так называемое мнимое кормление. И таким образом, в 1989 году Павлов остался фактически без работы, без средств существования, и тут Альденбургский организовывает институт, и его супруга, принцесса Лихтенбергская Евгения Максимилиановна, которая была, так сказать, тоже, как и Александр Ильич Альденбургский, потомственным благотворителем, которая занималась и покровительствовала и медицине, и богоугодным заведением детским, и кабинетом минералогии академии. То есть у них огромный был кусок, который вот они опекали. Она вспомнила, что когда-то два молодых студента из военно-медицинской академии читали лекции по анатомии, физиологии, покровительству в общине святой Евгении, которую она патронировала. Она о них вспомнила и познакомила Павлова и его товарища Лукьянова, который потом стал директором нашего института, познакомилась с Альденбургским. И вот как ни странно, Альденбургский, который относился к самой высшей аристократии, был Романов, и Павлов, который, в общем-то, сын священника провинциально, он до конца жизни сохранил рязанские акценты, был, в общем, человеком от земли. Всю жизнь он любил огороды, любил цветоводство, обязательно работал на... Это, так сказать, была традиция, которую он и даже в нашем отделе осуществил. Например, вот в тяжелые годы, 18-19 год, он предложил разбить огороды на территории института. За каждым отделом был закреплен определенный кусочек земли, и даже проводились соревнования, у кого больше выражай. И вот знаменитые книжки Герберта Уэллса, которые трижды посещал Павлова, трижды был в России, каждый раз посещал Павлова. Вот «Россия вам Глеева», книга, которую, так сказать, 19-й год он посетил, он описывает, как он пришел вот в этот кабинет, и один угол вот тот был завален репой и картошкой. Еще надо сказать, что у Павлова были какие-то совершенно потрясающие семена капусты, очень вкусные, очень урожайные, долго хранящиеся капусты. Поэтому наш отдел всегда держал первое место. И вот, возвращаясь к Альденбургскому и Павлову, несмотря на такую разницу социальную, они оказались очень близки друг к другу, и до конца жизни, в общем, не просто симпатизировали, ну, дружба это нельзя назвать, но были, в общем, достаточно близки, и отношения у них были очень теплые. Надо сказать, что вот на этом месте, где сейчас висит портрет Павлова, кисти Михаила Нестерова, прижизненный портрет 1930 года, Павлов пригласил тогда Нестерова в Колпуше, и все лето Нестеров провел, подружился с семьей, подружился с супругой Серафимой Васильевной, уже после смерти Павлова он помогал и дочери, и Серафиме Васильевне. И вот результатом этой дружбы творческой стало вот два портрета. Первый 30-х годах, когда Павлов вот сидит такой умиротворенный и спокойный. И последний портрет Павлова, это уже был сентябрь 1935 года, в профиль, знаете, такой Павлов с кулачками, железный старик, железный затылок. Там уже другое совершенно было от настроения. Вот это авторская копия, подлинник в русском музее, а Нестеров написал две копии, одну очень большую, которая вот потом, после смерти Павлова, появилась на этом месте. И маленькую, которую он подарил Павлову в сентябре 1936 года. Она находится в музее-квартире Павлова. Но это появилась картина уже после смерти Павлова. А так всю, до самой смерти, в 1936 году, в феврале месяце, на этом месте висел портрет принца Альденбургского. Его Павлов запретил снимать. И был, так сказать, очень глубоко ему благодарен. И сохранил, так сказать, верность ему до конца своих дней. Первоначально вот пригласил организовать отдел физиологии. Ну, собственно говоря, вот эти шесть отделов, это были микробиология, эпизоотия, сифилидология, биохимия был отдел. Это все действительно имело отношение к заразным болезням. Физиология как бы не очень вписывалась сюда. Но поскольку Павлов тогда занимался пищеварением, физиологией пищеварения, инструменты у него были невероятно интересные. Но идеи были еще более новаторские и очень интересные. Потому что Павлов, он как приверженец, как ученик Боткина, как приверженец теории нервизма, считал, что нервная система, и, в общем, справедливо считал, она главная в организме. И, так сказать, регулирует работу всех других систем, включая пищеварение. Поэтому изучать, ну, надо сказать, что основным, так сказать, методом изучения физиологических процессов в организме, это был метод вивисекции. И у нас он был довольно жесток. Надо сказать, что русские ученые не всегда были, так сказать, очень, ну, жалостными трудно назвать, но, в общем, очень скептически относились к жестокостям ненужным во время экспериментов. Сеченов, например, вообще очень не любил вивисекцию. Особенно, так сказать, французская физиологическая школа отличалась вот этим вот зверством. И надо сказать, что, ну, в общем, даже не нужно было такого. И Павлов всегда скептически очень относился к результатам таких экспериментов. Потому что, если животное ему больно, если ему страшно, ну, о каких объективных результатах может идти речь? Потому что нервная система, конечно, подавляет или, наоборот, возбуждает совершенно не то, что происходит в обычной жизни. Поэтому Павлов считал, что нужно проводить эксперимент только если животное довольна жизнью, не испытывает ни страха, ни боли. И для этого нужно проводить, для этого нужно животное оперировать так, как оперируют людей, по всем правилам. Асептики, антисептики, главное – обезболивание. Но понятно, что военно-медицинская академия не мог это все осуществить. Зато такая возможность у него появилась в Институте экспериментальной медицины. И он начал работать, он с энтузиазмом принял предложение Александра Петровича Альденбургского. То есть это можно сказать, что Александр Петрович Альденбургский, мы ему обязаны тем, что не просто он создал институт, он для России спас ученого, и не просто Павлова, не только как ученого, но и как просто человека. Потому что у Павлова случился к весной 89-го года так называемый нейросизмус очередной. Просто он впал в большайшую депрессию, когда ему не было возможности. То есть ему отказывали везде, и в Томском университете, и в Ростове-на-Дону отказали ему. То есть куда бы он ни обращался, даже его супруга Серафима Васильевна, ну она, правда, не только ради Павлова, она посетила министра просвещения и просила за Павлова, и говорила, дайте ему хоть какую-нибудь кафедру физиологии или фармакологии, потому что такие ученые, как Павлов, это соль земли. Но, тем не менее, вот только Альденбургский, так сказать, протянул Павлову руку помощи. И уже возвратясь в 89-м году, летом после летних отпусков в Петербург, Павлов с энтузиазмом принялся за устроительство отдела. В первых исследованиях принял участие, а еще до официального открытия институт провел исследование по кожному туберкулезу, бугорчатке так называемой, и чтобы было, так сказать, с чем блеснуть перед правительством, перед царем. И действительно, это успешно очень было все проведено на кроликах, которые были подарены пастером. Альденбургский советовался, переписывался с пастером, и письма хранятся в нашей библиотеке. И 8 декабря 1890 года состоялось торжественное открытие нашего института. Прибыл император Александр III, институт был принят в казну. Таким образом, принц Альденбургский остался все равно попечителем нашего института, то есть как бы главным менеджером. И на свои деньги Александр Петрович купил участок земли на аптекарском острове. Это был дачный участок. И первым зданием стала дача Карла Неселерода, которая стояла фасадом на Малую Невку. Сейчас этого здания уже нет. Его разобрали в 60-х годах, прошлого года. В 66-м году просто уже, так сказать, за ветхость, оно много лет после войны стояло пустующим. И вот его разобрали. Само здание было деревянное, отделанное под кирпич деревянными плашечками. И при этой даче Карл Неселерода был не только министром иностранных дел, но был еще и тоже цветоводом, любителем, строителем садов, был одним из создателей российского общества, любителей цветоводства. И при деревянной даче была небольшая каменная пристройка. Это вот этот домик, где мы сейчас с вами находимся. Это была оранжерея. Были совершенно голые стены, печное отопление было. Были асфальтовые полы. То есть, где стояли столы, на которых стояли ящики, выращивалась рассада. В старых журналах можно прочесть, что в сад по понедельникам продавались билеты. Приходили люди, смотрели на лужайки, смотрели на клумбы. Можно было купить рассаду. Эту традицию Александр Петрович сохранил уже, когда работал в институте. Все равно продолжали продаваться билеты. И все равно люди приходили и смотрели, как работают ученые. И Павлов здесь осуществил свою главную мечту того времени. Он на деньги Альфреда Нобеля, того самого, который впоследствии оставил свой капитал на организацию премии. Сотрудники нашего института предотвратили эпидемию холеры у него на нефтяных скважинах в Баку. И Нобель выделил 10 тысяч рублей в помощь нашему институту. И вот на деньги Альфреда Нобеля пригласили архитектора Миллера. Надо сказать, что институт разрастался очень быстро. И вот архитектор Миллер, который построил и здание биохимии, и здание отдела патологии, лондоновский корпус. Он, значит, было достроено, вот это здание оранжереи. Была построена операционная, точно такая же, как для людей. И самое главное еще, была построена клиника для выхаживания, потому что очень важен был послеоперационный период. Надо сказать, что аналога вот такой вот операционной клиники для животных тогда в мире не было. Даже Кембриджский университет, который считался наиболее оснащенной в то время, такого не имел. И Павлов принимал участие в проектировке. Он вообще во все, все, что хозяйственного происходило в отделе, он во всем принимал участие. Так что его можно считать соавтором. И операционной с клиникой, и впоследствии была построена лаборатория с ордокамерами под названием Башня Молчания. Тоже Павлов принимал огромное участие. И уже под конец жизни, в 1935 году, когда проходил знаменитый 15-й конгресс физиологов, Павлов, так сказать, решил украсить территорию Институт экспериментальной медицины. И вот тогда были поставлены памятники ученым. Павлов сам лично отбирал персонажей, которые, так сказать, достойны для аллеи ученых. И построены были два фонтана. Это вот фонтан со змеями, медицина. И самое главное, это вот памятник лабораторному животному, памятник собаке, который Павлов, так сказать, установил 8 августа 1935 года. Он торжественно был открыт. И благодаря тому, что операционная заработала, правда, от нее мало что осталось, мы были вынуждены ее перестроить. Во-первых, действительно, здание ветхое. И потом мы просто работающий отдел, который вынужден, в общем, подгонять, как-то совмещать и мемориальные функции, и в то же время, так сказать, под нужды тех исследований, которые проводятся в отделе сейчас. Вот благодаря этой операционной Павлов смог осуществить свои главные методические разработки. Это перерезка пищеводом немое кормление и эзофаготомия. Это наложение фистул. Он вообще придумал, как исследовать весь рак пищеварительный. Делать окошечки. Вот по ходу пищи вставлять фистулы металлические. И в них заглядывать. Собаки эти фистулы ставились. Ну, не одной собаки все фистулы, а одной собаки слюную железу, там, желудочная фистулу, поджелудочная железа, печень, кишечник. Потом собака после операции выхаживалась, эти фистулы переживались. И собака потом могла существовать, сколько, так сказать, ей вздумается, совершенно свободно. Их очень хорошо кормили зами, очень хорошо ухаживали, берегли их нервную систему, естественно. Павлов очень, так сказать, сурово относился к сотрудникам, которые, так сказать, обращались жестоко и грубо, и мог уволить такого человека. И даже стоит сказать, что оперированные собаки, они были безумно дороги. Конечно, их берегли, и жили они очень долго, размножались, рождались щенки. И, ну, собаки были крупные. Павлов работал на крупных собаках, потому что не было специального оборудования для лабораторных животных. Поэтому пришлось вот закупить хирургические столы завода Сан-Гали. Но они были рассчитаны на людей. Поэтому должен был быть объект, который, ну, хотя бы приблизительно соответствовал человеку. И надо сказать, что крупные собаки вообще не долгожители. Ну, максимум 12 лет. А у Павлова жили до 17 лет. Вот такой был уход хороший. И надо сказать, что когда физиолог шведский Тигерштетт приехал к Павлову, и они рассматривали, ну, такая идея была у него купить уже, повторить эти опыты, в общем, мало кто мог, потому что Павлов, конечно, обладал просто виртуознейшей техникой хирургической. И когда встал вопрос о том, что они приобрестили уже готовых прооперированных собак, и вот когда Тигерштетт приехал и посмотрел, так сказать, как тут собак содержат, как их оперируют, как кормят, как за ними ухаживают, он сказал, что нет, мы, наверное, все-таки не сможем такой же уход осуществить, поэтому, в общем, не стали покупать, а мужу, это, в общем, было достаточно и дорого. И еще была одна операция, которую Павлов тоже, так сказать, отработал, это операция препарирования малого желудочка, так называемого, желудочка настоящего, то есть куска желудка, не части сердца. Это когда от большого желудка, то есть эту операцию пытались делать еще в 19 веке, но ничего не получалось, значит, пытались препарировать маленький кусочек слизистой желудка, его подшивали и выводили наружу, зашивая большой желудок. Таким образом, сохранялся пищеварительный тракт, но и маленький желудочек, который работал, выводил это все наружу. Таким образом, получалось, что собака ест, все это переваривается, идет как положено, а маленький желудочек, значит, работает синхронно, и там пищи нет, там стерильная среда. Но, надо сказать, что ни у кого-то не получалось. Собака жила максимум 3 дня. Потом, в общем, происходили всякие заболевания, там нагнаивалось, желудок этот маленький начинал погибать, и, в общем, или собака сама погибала, или, в общем, его, ну, просто отрезали. Павлов же научился, он тогда уже понимал, что нервная система не только проводит импульсы, но она еще и обладает трофическим, то есть, она еще и питает. Поэтому, он научился препарировать этот маленький лоскуточек желудка таким образом, с сохранением иннервации и сохранением кровообращения. И таким образом, собака могла жить, вот, как я уже говорила, довольно много лет. Он поставил эту операцию на поток и организовал, так называемую, фабрику желудочного сока. Этих собак приводили, они жили в большом, теплом собачнике, приводили в отдел. Собак ставили в станки. Станок – это рама, где собака, просто там висели петли, чтобы она могла опереться, если она уставала, ставили и пристегивали к поводкам, к этой палочке. Вот, собаку ставили в такой станок и давали ей есть. Она лопала, буквально, вот, ела, хорошо, как положено, миски были огромные, вот на старых записях видно, сколько собакам давали еды. И она ела в свое удовольствие, и при этом у нее из маленького желудочка в присоединенную пробирочку капал желудочный сок, совершенно чистый. И вот такой сок собирали, наклеивали этикеточку. Вот такая была этикеточка, на которой было написано натуральный желудочный сок лаборатории профессора Павлова. И эти флакончики продавались. Павлов написал методичку на трех языках, на русском, на французском, на немецком, как пользоваться этим желудочным соком. В общем, не так давно его и перестали продавать в аптеках, надо сказать. И он использовался как и ферментативные препараты, и даже частичные антибиотики. Давали детям при несварении желудка, потом очень, например, холера, скажем, какое-то такое заболевание, холера, когда человека даже его спасали, но у него погибала вся слизистая, вся ферментативная система. И он просто умирал от обезвоживания и истощения. А если он принимал пищу вместе с желудочным соком, то происходило и потихонечку переваривание, и потихонечку, потихонечку система пищеварительная восстанавливалась, эпители наращивалась, и таким образом человек выздоравливал. И надо сказать, что эта фабрика желудочного сока приносила около 12 тысяч рублей в год в лаборатории. То есть Павлов, человек крайне непрактичный в жизни, бытовой, он умудрялся, он был потрясающим совершенно организатором науки. Вот тут практически ум в него реализовался полностью. Таким образом он получал государственное финансирование, поскольку все-таки нестоль был принят в казну. Он получал доходы от вот такой хозяйственной деятельности, он брал студентов. Еще очень было полезно, что он преподавал военно-медицинской академии, и студенты, слушатели военно-медицинской академии, после окончания они проходили практику и писали здесь, сделали диссертацию. И только после защиты диссертации они становились врачами. До этого им давали звание лекаря. Кстати, вот Чехов он так и не стал врачом, у него не было диссертации, поэтому звание врача он так и не получил. И поскольку штат отдела первоначально был очень небольшой, вот у нас на фотографии, это 1994 год, было всего семь человек в штате, включая самого Павлова и рабочих по уходу за животными. А вот все люди в мундирах, это вот как раз и слушатели военно-медицинской академии, которые приходили сюда. Павлов фонтанировал идеями, он никогда не жадничал, он раздавал их щедро, он всем помогал. Принцип у него был «нет твоего, моего, есть наше». Вот работать для, так сказать, всех. Таким образом, вот его все идеи были воплощены. Он оперировал очень много, почти 10 лет он работал по исследуям пищеварения, и результатом этого труда стала книга «26 лекций». Он читал лекции в отделе биохимии по соседству военно-медицинской академии. Вот тут у нас есть краткий курс физиологии, это конспект, видите, рукописная книга, репринтное издание. Была книга, выпущена 26 лекций о работе пищеварительных желез, она была переведена на все европейские языки, и на основании этой книги в 1904 году, в ноябре месяце, Павлов был номинирован на Нобелевскую премию, и в декабре месяце он ее получил, это была первая премия, и, к сожалению, последняя русская премия в области медицины и физиологии, потому что Мечников тоже считается русская премия, но Павлов номинировался от Российской империи, его выдвигала наша военно-медицинская академия, и получил на одно лицо, то есть только он был номинантом. Мечников тогда уже был сотрудником Пастеровского института, номинировала его Франция и выдвигал Пастеровский институт, и получил он не на себя одного, а еще и на Эрлиха, немецкого ученого. Таким образом, вот, можно это считать чисто русское, а Павлов тут уж не придерешься, это совершенно наша премия. К сожалению, пока больше у нас в этой области физики есть, а вот в этой области пока еще нам надо постараться. Но надо сказать, что Павлов обратил внимание на уже описанный, известный феномен так называемого психического слюноотделения, то есть когда у собаки выделяется слюна, но не при виде пищи, а при виде, казалось бы, таких вещей, которые не связаны напрямую с едой, то есть позвякивание ведра, шаги служителя, хлопанье ящика, из которого эти ведра доставались, а собака уже истекала слюной, не пахло, ничего еще, никто ничего не видел, но вот она уже готова, и пищеварительные соки, что желудочные, что слюны, прямо брызгали фонтаном. Павлов гимназиев не заканчивал, он заканчивал семинарию рязанскую, но и готовился стать священником, как был его отец, как были его деды оба, поэтому его интерес к душе, к психике еще изначально его и подвигло заниматься физиологией, потому что он хотел понять, можно ли процессы, которые считались сугубо духовными, сугубо нематериальными, что можно ли их исследовать физиологическими методами, есть ли у них какое-то материалистическое обоснование. И вот эта мысль у него была всегда, даже когда он занимался кровообращением студентом, когда он занимался таким сугубо приземленным процессом, как пищеварение, но занимаясь пищеварением, он нашел метод, самое главное метод. И вот эта плевая железка, как он называл, слюнная железа, она как раз и явилась тем толчком, той ступенькой, которая позволила впоследствии Павлову изучать уже процессы, психические процессы, процессы, происходящие в головном мозге, в коре головного мозга, и в конечном итоге, почти 30 с лишним лет, исследуя мозг с помощью метода, этого нового метода, который он назвал методом условного рефлекса, и появилась наука о высшей нервной деятельности или психофизиологии, ее по-разному можно назвать. И Павлов, так сказать, собственно, в 1903 году на Мадридском съезде впервые прозвучало слово условный рефлекс, потому что непонятно слюноотделение психическое, что это вообще был непонятный процесс, и он тогда уже выявил, сказал, что это рефлекс, это ответ организма на изменение внешней среды, но мы рождаемся уже с какими-то готовыми рефлексами, безусловными, горячо, мы отдергиваем руку, там свет загорелся, у нас сузился зрачок, а есть, это безусловные рефлексы, та модель поведения, в которой мы уже рождаемся, и она никуда не может деться, а в процессе жизни система нервная, она подготавливает наш организм к изменению внешней среды, и вот такие рефлексы, которые образуются в процессе изменения внешней среды, он назвал условными, это условный рефлекс, это элементарный поведенческий акт, а сложные какие-то процессы, то есть их можно изучать членя как бы на мелкие, это было в 1903 году, первое упоминание условного рефлекса, и считается осень 1903 года, это год рождения условного рефлекса, и вот с тех пор Павлов и занимался изучением работы мозга, для того, чтобы он очень тщательно относился к постановке эксперимента, чтобы комар носа не подточил, чтобы не было никаких вопросов, чтобы было все очень объективно, для этого ему потребовалось новые помещения, чтобы собака была полностью изолирована от внешнего мира, он обратился к Лизенцовскому фонду, был такой купец Лизенцов, который, умирая, оставил свое огромное состояние, больше, чем у Нобеля, организовал фонд для поощрения практических экспериментальных наук в России. И Павлов обратился к этому фонду, предложил им проект специального здания под названием, потом это здание назвали Башня Молчания, лабораторный корпус, который содержал в себе восемь сурдокамер, то есть камер, которые были полностью изолированы от мира. Собака там находилась, экспериментатор с ней общался через специальный пульт, она его не видела, поэтому не было и привязки и конкретному экспериментатору. И фонд выделил 50 тысяч и в 2012 году это здание было построено, которое потом было соединено воздушным переходом с зданием отдела физиологического. все подчинено заглушить звук и изолировать животное вообще внутреннее помещение от всего, что происходит снаружи. Значит, состоит одно из трех этажей. На первом и на третьем этаже располагалось по восемь сорта камер, второй этаж служил для источников всяческих энергий, как как называлось. Стояли генераторы, если отключалось электричество они, так сказать, начинали работу. Здесь были запасы воды, здесь стояли болота с кислородом. Значит, само здание не имеет фундамента, оно стоило на специальной подушке, было еще окружено рвом, который тоже был заходом в этой гаррии с рубленой соломой. Очень толстые стены, посмотрите, маленькие окошки, которые были застеклены специальным стеклом 3,5 миллиметра толщины. Чувствуется? Чувствуете? Это коробка, кирпич обшитый железом. Значит, собаку приучали, не сразу ее ставили на станок, оно должно было сначала освоиться, поэтому собака уже привычная была, она приходила, сама запрыгивала на стол, ее пристегивали карабин с поводку, под лапу подводили вот эти пель, и они не давили, они совершенно свободно висели, просто собака могла, как я уже вам рассказывала, если она уставала, она могла повиснуть на этих петлях. Закрывали дверь, и с пульта, под пульт исследователя подавали сигналы. Дизайн самого эксперимента был очень прихотлив, поэтому было много всяких разных, что только не подавали, какие только сигналы, какой только очередности, в зависимости от того, что они хотели посмотреть, и собака условный рефлекс на сигнал, и собаке нужно было подкрепление, и потом нажималась на грушу, и собака перед носом, если она все делала хорошо, выскакивала низко с мясо сухарным порошком, таким образом происходило подкрепление, и через вот эти резиновые трубки, которые шли из свисту, слюна поступала вот сюда, на пульт, с пульта тумблеры, это экспериментатор включал-переключал системы различные композиции из стимулов, а вот эта трубочка, здесь появлялась слюна, таким образом можно было не только записать, но и количественно замерить, единственное, со временем не было синхронизировано с определенным источником точного времени, вот просто стояли часы и экспериментатор или по наручным часам, или повод этим часам определял скорость реакции. Ну, мне что вот еще могу сказать при попраконе? В общем, это самый неизвестный из известных ученых, личность потрясающая, совершенно многообразная, он и физиолог ученый, он и организатор он и педагог, он и философ, человеком он отличается свободный, свободным разумом, свободным духом, говорил в себе все, что хотел и что сам себе позволял что обстоятельства, поэтому вообще некоторые вещи они у меня до сих пор есть, но не неизвестны. могут быть, они будут неизвестны, Дискуссия о том, нужны ли микробы для жизнедеятельности организмов, началась уже в конце 1890-х годов, уже в тот период начинали выращивать так называемых безмикробных животных, чтобы выяснить действительно, какова роль микробов в жизни растений, животных, в том числе и человека. И благодаря своему провидению Иван Петрович оппонировал очень многим великим ученым, которые говорили, что микробы не нужны для жизни, что они вызывают только процессы гниения, и если микробов бы не было, то мы бы жили долго и счастливо. Иван Петрович говорил по этому поводу, что микробы нужны хотя бы для процесса пищеварения, и более того, в то время у Ивана Петровича приехал стажироваться знаменитый в будущем кардиолог Строжеско, которому Иван Петрович поручил искать в толстых кишках кеназу, подобную кенаде Шаповальникова. И выделил для этого ему собак, и Николай Строжеско стал искать вот эту кеназу, ну или какой-то фермент, который обеспечивает процессы пищеварения. Долго он искал, но ничего не получалось. В конце концов, однажды, подойдя к термостату, уже работая совместно с Иваном Петровичем, они получили желаемый запах, но Николай Строжеско сказал Ивану Петровичу, еще так, будучи молодым и дерзким исследователем, говорит, «А я все-таки думаю, что это бактерии». Отнес свои пробирки в лабораторию Виноградского, который был в то время директором института и заведовал лабораторией микробиологии. И тот действительно подтвердил, что это жизнедеятельность именно микробов. Ну и вот, опираясь на эти эксперименты, Иван Петрович оппонировал в свое время на заседании Русского научного общества в Санкт-Петербурге, когда не менее знаменитый руководитель в то время отдела биохимии Института экспериментальной медицины императорского Марцел Вильгельмович Ненский выступил с докладом «Пищеварение без микробов». Привел опыты немецких исследователей, которые вырастили без микробов морских свинок, которые в течение восьми дней у них жили и были полны здоровья и счастья. Иван Петрович уже тогда на приведение вот этих данных о том, что вот, возможно, жизнь без микробов, сказал, ну, во-первых, восемь дней – это слишком маленький срок, чтобы говорить о том, что жизнь без микробов возможна, потому что непонятно, если они будут жить дальше в такой среде, что будет с ними. А во-вторых, вот из наших экспериментов я привожу такие, вот привожу, ну, прямо вот с горячего, так сказать, с горячей плиты, вот наши новые данные о том, что микробы нужны, ну, хотя бы для процесса пищеварения, потому что кроме процессов гниения в кишках происходит процессы брожения, и это брожение осуществляют микробы именно в толстых кишках. Ну, вот, собственно, это я вам рассказала предсечу тех, ну, исторические, те исторические факты, которые были забыты на много лет вперед. И вот уже в 2000-х годах, когда стали появляться так называемые обмиксные технологии, когда были реализованы международные проекты, такие как геном человека, микробиом человека, оказалось, что у человека не так уж и много генов в геноме, как теоретически рассчитывалось из тех функций, которые присущи человеку. И вот стали искать, где же вот эти недостающие гены, и обнаружилось, что эти гены дополняются теми бактериальными генами, которые живут в том числе в огромном количестве в кишечнике. И по различным подсчетам оказалось, что микробов в кишечнике содержится от полутора до двух килограмм. Это несметное количество триллионных бактерий, это тысячи по некоторым подсчетам и больше различных видов, которые участвуют практически во всех человеческих функциях. Они выполняют и защитную функцию, предотвращая заселение патогенных микроорганизмов. Они регулируют проницаемость кишечного барьера. Они обеспечивают нас энергией, синтезируя АТФ. Они выполняют огромную метаболическую функцию, синтезируя необходимые нам витамины, аминокислоты, короткоцепочечные жирные кислоты. Они утилизируют вредные вещества, лекарства, которые в избыточном количестве мы употребляем. И исходя из этого, в общем-то, теперь понятно, что действительно микробы – это наша необходимая составляющая. И сейчас развивается теория о том, что мы все представляем из себя экосистему, которая складывалась в процессе эволюции. И микробы, которые нас населяют, мы получаем от своих мам в процессе, в начале рождения. Мы в свое время, ну, можно сказать, по воле случая оказались участниками исследования данного направления. Занимались мы поиском лечения, поиском препаратов, которые позволили бы лечить или повысить эффективность существующих методов лечения такого заболевания тяжелого, как рассеянный склероз. Это заболевание характеризуется тем, что происходит демилинизация нервных волокон. И когда процессы регенеративные ослабевают, то процесс ремилинизации происходит все менее эффективно и все менее полное восстановление после каждого обострения происходит. И нервные клетки после этого начинают гибнуть. И именно с процессом гибели нервных клеток связывают прогрессирование данного заболевания. То есть, в конце концов, большинство пациентов переходит в инвалидизирующую стадию. И лечение, которое разрабатывается до сих пор, оно все направлено на снижение активности иммунной системы, чтобы замедлить вот эту неотвратимую стадию прогрессирования заболевания. Мы занимались поиском путей, как повысить эффективность вот этой нейропротекции, обеспечить нейропротекцию. Использовали в том числе и нейропротективные препараты, смотрели, как можно повысить активность иммуномодулирующих препаратов. Ну и вышли на бактерии, которые, как выяснилось, тоже обладают иммуномодулирующим действием. Ну и вот, когда мы стали разбивать это направление, то волей судьбы оказалось, что начали мы этим направлением заниматься параллельно с развитием этого направления во всем мире. Это было где-то в 2008-2009 году, и тогда очень многие посмеивались над нами, что мы вдруг начали не пойми, чем заниматься. Но прошло не так много времени, оказалось, что мы попали в такое самое трендовое сейчас направление. И только ленивый сегодня не говорит про микробиоту. Когда мы стали использовать пробиотики для лечения рассеянного склероза, ну, естественно, не в клинике, а в эксперименте пока что. Кстати, мы получили патент на использование пробиотических энтерококков и через год получили диплом за 100 лучших изобретений в 2018 году. И, собственно, тогда же мы, исследуя эти пробиотические бактерии, обнаружили, что они обладают не только иммуномодулирующим действием, но и способны влиять на психоэмоциональное состояние, причем как животных, так и человека. И оказалось, что параллельно с нами в других группах в мире стали применять пробиотики для лечения депрессии, для лечения других неврологических заболеваний. Сейчас расширяем различные аспекты изучения влияния микробиоты как на деятельность центральной нервной системы, так и на возможности использования путей коррекции микробиоты для лечения различных неврологических заболеваний, включая так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. У нас много исследований совместных и с педиатрическим университетом. По тематике детского рассеянного склероза мы занимаемся вместе с Институтом детских инфекций. Да, сейчас очень много случаев детского рассеянного склероза. Вот самый юный пациент у нас 6 лет. Конечно, очень жалко. Хочется как можно прорывных, больше каких-то технологий с тем, чтобы все-таки помочь этим деткам, чтобы все-таки они поправились. И в принципе у нас есть большая такая надежда, потому что чем раньше начать проводить коррекцию микробиоты, тем быстрее, проще это скорректировать. И когда еще довольно большие собственные компенсаторные возможности организма, все это можно более эффективно скорректировать. Но особенно самое эффективное окно возможностей это первые полгода жизни. Почему мы перешли сейчас на новорожденных деток? Потому что, к сожалению, очень много деток рождаются уже с различными повреждениями, в том числе и гипоксическими, в том числе и внутриутробными гипоксическими поражениями. И вот для этих деток, конечно, если возможно будет каким-то образом скорректировать и направить формирование микробиота в нужное русло, то большие резервы возможности организма могут каким-то образом нивелировать или уменьшить объем повреждений, и все-таки, чтобы эти детки развивались более скомпенсированными. Что нам удалось сохранить? Вот это вот сахар и чай, это вот то, что Павлов, можно сказать, оставил нам после себя. Это не съели, даже в блокаду не тронули. Потому что вот это подлинный павловский чай и сахар, он был очень прост, по воспоминаниям людей, которые приходили в отдел, он поил их чаем и угощал их бутербродами с черным хлебом и салом, небольшие кусочки. И помимо Колтушей, биологической станции в Колтушах, нашему отделу были приданы две клиники, неврологическая и психиатрическая. Все теоретические знания о высшей нервной деятельности Павлов пытался применить и применял на практике. Поэтому, так сказать, у нас при отделе существовали две клиники. Там проходили знаменитые среды клинические. Вообще, надо сказать, что традиция клея сред, то есть когда сотрудники собирались все вместе и обсуждали свои научные, так сказать, работы текущие, обменялись мнениями, спорили, давали друг другу советы. Эта традиция повелась еще до революционных времен. Только раньше это были не такие заседания, они и сейчас у нас существуют. Когда сотрудники сидели прямо на столах, пили чай из Минзурок, обязательно сахар размешивали стеклянными палочками, это была традиция. А повелось все с того момента, когда Павлов был вынужден поселиться у своего друга, профессора Симоновского и его супруги. И семья была достаточно состоятельная, они устраивали так называемые журфиксы, у них по средам был открытый дом, и приходили люди, пили чай, играли в карты, разговаривали. Ну вот тогда и Павлову пришла мысль о том, что не вести ли такие научные журфиксы. Ну вот так это и повелось. И такие вот научные среды были и у нас в отделе, и продолжаются до сих пор, вот только пандемия, несколько их прервало, но мы надеемся, что мы их восстановим. И такие же среды были клинические только, проходили в клинике, и они протоколировались, все записанные стенографистками, и в общем после некоторой обработки они были изданы, и до сих пор их читать очень интересно, потому что там, несмотря на то, что они действительно были сильно обработаны, конечно там не все, но живой Павлов, как человек, как личность, он все равно там очень заметен. И поскольку Павлов интересовался психическими заболеваниями, в частности шизофрении, ему писали письма, Павлов обязательно отвечал. Но поскольку тогда с фармакологической стороны лекарств еще не было, не, так сказать, которыми применяются сейчас, то советы были сугубо, так сказать, такие житейские, и главное не перевозбуждать нервную систему или давать ей разгрузку. То есть заниматься физическим трудом, спортом, вести правильный образ жизни, придерживаться режима обязательно. И особенно Павлов настаивал именно на работе, не просто физических упражнениях, а именно физической работе, потому что мозг вне зависимости желает человека или нет, он оценивает нужность того физического усилия, которое затрачивается. Так вот, пустое передвигание гирь или там задирание ног мозг обозначает как ненужное действие, поэтому толку от этих упражнений будет немного. А если есть цель, то мозг оценивает как нужное положительное, и таким образом эти упражнения особую пользу, во много раз превышающие простых упражнений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok